За нарушителями в Шадринске теперь следят видеоинспекторы. Четыре аппаратно-программных комплекса фото-видеофиксации обеспечат в будущем контроль транспортных средств. Посты установлены на улице Ленина 92-120, путепроводе по улице Щеткино, на мосту через реку и сеть, а также на Мальцевском тракте 20. Съемка дорожного движения в тестовом режиме уже осуществляется на этих участках, обозначенных заказчиком, правительством Курганской области и согласованных с ГИБДД региона. Цель проекта состоит в том, чтобы снизить аварийность на дорогах. Данный проект реализуется в рамках государственного частного партнерства между правительством Курганской области и компанией Powerostelecom. Компания Powerostelecom выполняет все работы за счет собственных и привлеченных средств. Для монтажа оборудования и подключения программно-аппаратного комплекса видеофиксации на дорогах города Шадринска. Компания Powerostelecom еще раз хотел бы сказать, с помощью своих и привлеченных средств выполнена работы по монтажу, настройке, наладке и запуску данного оборудования. Данное оборудование способно распознавать государственные регистрационные знаки транспортных средств с вероятностью не менее 90%. Сегодня это сложнейший и дорогой комплекс, состоящий из датчика фото-видео фиксации. Камеры крепятся на опорных столбах вдоль дороги и в режиме онлайн отслеживают ситуацию на полосе. Стоит только какому-нибудь ли хочу переусердствовать со скоростью, как срабатывают специальные датчики, фиксирующие нарушения. Данная программа аппаратного комплекса позволяет снимать как движущийся автотранспорт, распознавание номерных знаков с точностью до 90%, а также передавать обработанную информацию на многофункциональный информационный центр в город Курган, где происходит уже дальнейшая его обработка и передача информации на сервера ГИБДД. Далее уже эту информацию обрабатывают специалисты ГИБДД и в зависимости от возникающих правонарушений выставляют уже какие-то санкционные мероприятия. Но на самом деле четкость изображения зависит от метеоусловий определенных. Если действительно хорошая погода и видимость у нас хорошая, то соответственно четкость изображения, которая будет проведена в данную секунду, в данный момент движения автотранспорта, она конечно позволит увидеть и ремни безопасности, и дети едущие и находящиеся на передних сидениях без детских кресел. В настоящий момент комплексы работают в тестовом режиме, ведется процесс настройки, поэтому выявление административных правонарушений пока не осуществляется. Несмотря на это, привыкнуть соблюдать правила дорожного движения не лишним будет уже сейчас, чтобы потом не переживать, получая письма счастья со штрафами в свои почтовые ящики.